Мы начинаем нашу работу, точнее продолжаем нашу работу и открываем первое пленарное заседание саммита Россия-Африка. Уважаемый господин Османи, уважаемые главы государств, правительств, руководители делегаций, уважаемые друзья и коллеги, рад приветствовать вас на пленарном заседании второго саммита Россия-Африка. Здесь собрались представители подавляющего большинства африканских государств и руководители ведущих региональных организаций. И это убедительно свидетельствует о взаимном стремлении наших стран и народов развивать сотрудничество по всем направлениям, укреплять честное, открытое и конструктивное партнёрство. Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основа которых закладывались ещё в середине прошлого века, в годы борьбы народов африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжёлом противостоянии стран Африки колониальному игу. К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими митрополиями, в частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах. В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лулумбы, Гамаля Абдельнасера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара Аль Мухтара, Кваме Нкрумы, Саморы Машелла, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерера. Мы помним и других африканских борцов за свободу, и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твёрдо отстаивали для своих народов независимый путь развития, зачастую ценой собственной жизни. Эти идеалы свободы, независимости, суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идёт формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах. Поэтому не случайно, что второй саммит России-Африка проходит под девизом «За мир, безопасность и развитие» и сфокусирован не только на вопросах расширения российско-африканского стратегического сотрудничества, но и на таких стержневых темах, как глобальная и региональная стабильность, обеспечение устойчивого развития континента, укрепление суверенитета африканских государств во всех его измерениях. Россия и государства Африки вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства, сообща отстаивают международное право, устав ООН, центральную роль этой всемирной организации, стараются координировать подходы по ключевым вопросам международной повестки дня. Характерно, что по многим из них наши позиции очень близки или полностью совпадают. Об этом свидетельствуют основные положения политической декларации, которая подготовлена для одобрения саммитом. Расширяется сотрудничество России и африканских государств по противодействию расползанию террористической угрозы, по реагированию на вызовы в области информационной безопасности. Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Не приемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие. И, естественно, не можем согласиться с заменой международного права так называемым порядком, основанным на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передёргивают, меняют, тасуют. Вообще непонятно, что это за правила, кем они созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры. Главное, что Россию и Африку объединяют врождённое стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный и самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах. Причём такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, государств равных в своих правах. Суверенитет – это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться. И в этой связи хотел бы напомнить слова Нельсона Манделлы. Он сказал, не судите обо мне по моим успехам, судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова. Так и с государственным суверенитетом. Его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом смысле солидарны друг с другом. Хотел бы отметить и то, что на наших глазах африканский континент становится новым центром силы. Его политическая, да и экономическая роль растёт в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придётся считаться. Возьмём, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем. Заметно возрос и авторитет африканских региональных структур, в первую очередь Африканского Союза, как выразителем мнений и устремлений всего макрорегиона. Россия активно поддержала инициативу предоставить Афросоюзу место в группе 20. Это было бы действительно правильным решением, отражающим реалии и расстановку сил в современном мире. Мы открыты взаимодействуя и с другими региональными интеграционными объединениями Африки. Провели вчера специальную встречу с их руководством. Выдвинули инициативу о налаживании сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Африканской континентальной зоной свободной торговли, созданной в рамках Афросоюза для обсуждения возможностей сопряжения интеграционных процессов по линии этих организаций. И мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности организаций объединённых наций. Видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз. Готовы в практическом плане рассматривать предложения по расширению представительности африканских структур, африканцев в целом в структурах ООН, в том числе в контексте разрабатываемой реформы Совета безопасности. Полагаем, что пришло время исправить историческую несправедливость по отношению к африканскому континенту. Уважаемые коллеги, приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остаётся по-прежнему нестабильной, неурегулированные межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжёлое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», которые проводили в Африке западные метрополии. Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам Россия также предлагает своё содействие. И мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из многих государств Африки. В целых, укрепление обороноспособности стран континента. Развиваем партнёрство в военной и военно-технической области. Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идёт на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств. Африканские коллеги активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, опытом её применения. Вообще, внимание России к Африке неуклонно растёт, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские заграны учреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств. Это реальный практический шаг по существенной активизации работы со странами Африки в политической, в деловой области, в гуманитарной сфере, в сфере культуры и туризма. В качестве примера упомяну, что после многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркино-Фасо и Экваториальной Винеи. Планируем расширить и сеть российских центров науки и культуры, или, как их ещё называют, «русских домов». Они успешно работают уже в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся и ещё в целом ряде государств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги наших африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, других представительств африканских стран. Дорогие друзья, конечно, несколько слов и об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведённые вчера форумы свидетельствуют о том, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу, нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнёрам из Африки. Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растёт. Ясно, что это далеко не предел сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный. В увеличении российско-африканского товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичный переход в расчётах на национальные валюты, налаживанию новых транспортно-логистических цепочек. Понимая, какое значение имеет беспребойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 миллионов тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 миллионов. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей. И ещё раз подчеркну, вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставить наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Вчера, как вы знаете, мы объявили, что уже в ближайшие 3-4 месяца поставим по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно. В целом Россия намерена и далее всемирно помогать развитию африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств. В частности, за период с 2020 по 2023 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса. Безвозмездно поставили миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащён оборудованием специальный центр изучения инфекций. Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развитие ещё более 90 миллионов. Завершая выступление, уважаемые друзья, хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы искренне готовы, сообща, рука об руку с африканскими друзьями, работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнёрство. Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Позвольте предоставить слово председателю Африканского союза, президенту Союза Коморских островов Азали Ассумани. Пожалуйста, уважаемая господина Ассумани. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваше превосходительство, уважаемый Владимир Путин, президент Российской Федерации, Ваше превосходительство, господа и дамы, главы государств, господин Мусафаки, президент комиссии Африканского союза, уважаемые присутствующие, милость вам и благословение. Спасибо, господин президент, что предоставили мне слово. Я снова хотел бы поблагодарить вас искренне за тёплый приём, сердечный приём, и спасибо, что вы приняли нас сегодня на этом саммите. Мы очень оценили ужин, который вы нам предложили вчера. Это был очень вкусный ужин с прекрасным сопровождением. Это снова показало культурный потенциал этого красивого города, Санкт-Петербурга. Хотел бы снова указать на примерное сотрудничество между нашим континентом и вашей страной. И у нас есть прекрасно работающие люди, креативность, выносливость, и всё это вызывает уважение. Эта примерность вчера как раз подтвердилась во время нашей работы, которая прошла в очень хороших условиях. И это привело к подписанию многочисленных соглашений, и это будет оказывать положительное влияние на нашу кооперацию. Хочу подчеркнуть, что наше партнёрство имеет большое будущее, тем более, если мы будем активно увлекать молодёжь, женщин. Это будущее наших стран, и мы должны им прививать ценности предпринимательства. И также это будет способствовать улучшению делового климата в странах Африканского Союза. И инициативы для поощрения национальных и иностранных инвестиций тоже очень важны. Удивительно живучая эта африканская молодёжь, очень креативные стартапы, МСП. Очень активно ведётся работа в области исследований, науки, несмотря на нехватку финансирования. И мы должны обязательно учитывать приоритеты друг друга. Это, конечно, план 2063 года Африканского Союза. И это будет способствовать устойчивому экономическому росту Российской Федерации и Африканского Союза. И Африканский Союз вовлекается в экономическую трансформацию. И Россия, конечно, будет участвовать в инвестировании и будет пользоваться также нашими многочисленными ресурсами. Мы хотим построить экономическую и социальную Африку, интегрированную в оставшийся мир. И у нас, конечно, должна развиваться торговля, инвестиции в соответствии с нашими общими целями. И что касается подготовки в плане цифровых технологий, в этой области Россия добилась больших успехов. И мы должны создать человеческий капитал для того, чтобы работать в этой области, чтобы усиливать, поддерживать устойчивое развитие, чтобы вовлекать как можно больше молодёжи. Что касается мира, безопасности, демократии, прав человека, конечно, мы очень хорошо оцениваем некоторых наших партнёров, но мы просим некоторых партнёров не вмешиваться в наши внутренние дела. И мы боремся против неконституционных изменений, потому что то, что происходит иногда на нашем континенте, не будет на пользу нашим странам. Мы, Африканский союз, осуждает антиконституционные изменения, произошедшие в Нигерии, и также мы присоединяемся в этом к международному сообществу. Я хотела бы сказать несколько слов о двухстороннем сотрудничестве между Каморами и Россией. В 80-х годах, во времена Советского Союза, Каморский союз получил возможность подготовить сотни студентов в бывшем Советском Союзе. И сегодня эти кадры занимают очень важные должности в разных важных инстанциях, где принимаются решения в нашей стране, и особенно в предпринимательской сфере и экономической. Некоторые из них являются частью моей делегации, и многие являются переводчиками, и поэтому мы благодарим вас за это дружественное и эффективное сотрудничество. Я уверен, что все мои коллеги, которые здесь присутствуют, также благодарны и хотят снова активизировать эту кооперацию с Россией и надеются на то, что этот российско-украинский кризис, который немножко затормозил наши отношения, после этого снова наши отношения возобновятся. Спасибо большое, уважаемый господин председатель. Спасибо вам за оценку вчерашнего вечера. Я думаю, что он был содержателем. Действительно, мне приятно, что вам понравилось. Надеюсь, что и другим участникам нашей встречи тоже наши деятели искусства хотели подчеркнуть не только то, что есть в России в области культуры, мы этим гордимся, но и связь наших культур. Мне кажется, особенно в завершающем этапе вчерашнего мероприятия это неплохо получилось. Спасибо вам большое за ваше выступление. Вы сказали много интересного. И я бы отметил прежде всего то, что вы сказали о молодёжи. Вот это очень чувствительная вещь. Африканская молодёжь – это талантливые люди. И то, что многие из здесь присутствующих до сих пор, несмотря на то, что прошло уже много лет после их обучения в Советском Союзе, свободно говорят на русском языке, это подчеркивает именно это качество человеческого потенциала в Африке. Спасибо большое. Я передаю слово президенту переходного периода Буркина-Фасо Ибраиму Трауре. Пожалуйста, господин Трауре. Уважаемый президент, товарищ Владимир Путин, уважаемый председатель Африканского Союза, глава делегации, здравствуйте. Для меня это честь здесь сегодня выступать утром и передать вам братское приветствие наших народов. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Бога Всемогущего, который нам позволил здесь собраться и говорить о будущем и благосостоянии наших народов. хотел бы сразу извиниться перед старшими. Извините, если я чем-то мог бы вас обидеть. Моё поколение задаётся многими вопросами и не получает ответов. И здесь мы чувствуем себя у себя дома. Россия – это тоже семья для Африки, потому что у нас одна и та же история. Россия сделала очень много жертв, принесла жертв, чтобы освободить от нацизма Европу и мир во Вторую мировую войну. У нас одна и та же история. Мы, можно сказать, забытые народы мира. Это касается что фильмов, что книг. И во многом Африка и Россия, их роль в борьбе с нацизмом была забыта. И мы сейчас вместе, потому что на сегодняшний день мы здесь для того, чтобы говорить о будущем наших стран. И что будет завтра в этом новом свободном мире, к которому мы стремимся, где не будет вмешательства в наши внутренние дела. У нас одни и те же перспективы, и я надеюсь, что этот саммит будет возможностью для того, чтобы установить справедливый мир и отношения между нашими народами. И я вот непонятно, как так получается, что у Африки, у которой столько ресурсов, воды, солнца, как так получается, что это сегодня самый бедный континент, где больше всего голода. И как получается так, что мы вынуждены просить помощи. И мы задаём себе эти вопросы, и пока не получаем ответа. И у нас есть возможность создать новые отношения. Я надеюсь, что эти отношения будут для нас к лучшему, чтобы создать лучшее будущее для нашей страны. Я от имени моего поколения говорю, что в силу бедности многие вынуждены пересекать океаны, чтобы искать лучшие жизни. И зачастую погибают, и многим не хватает еды, трудно выживать. Что касается Буркина-Фасо, вот уже 8 лет, как мы сталкиваемся самой варварской, жестокой формой колониализма, империализма. Современное рабство нам навязывается. Нас научили одному раб, который не может, как бы сказать, бунтовать, он не заслуживает жалости. Мы решили бороться, бороться против террористов, которые нам мешают развиваться. В этой борьбе наши храбрые народы решили взять оружие, чтобы бороться против терроризма. Мы удивлены тем, что империалисты, которые называют их военизированными формированиями, отрядами. Когда в Европе люди берутся за оружие, чтобы защитить свою родину, их говорят, что они патриоты. Когда мой дедушка вынужден был взять оружие, это было против его воли. И мы, когда мы, народ, решаем взяться за оружие, проблема не в этом даже. Проблема в том, что главы государств африканских ничего не дают этим народам, которые борются против империализма и называют нас вооруженными отрядами, бандитами. И мы не согласны с таким подходом. Нужно, чтобы главы африканских государств не вели себя как марионетки, как империалисты в отношениях с империалистами. И также хотел бы передать сообщение африканским главам. Мы должны обязательно обеспечить самодостаточность наших народов, наших стран, продовольственную недостаточность и удовлетворить все нужды нашего народа, наших народов. мне осталось мало времени. Я хотел бы сказать, что мы должны отдать дань уважения нашим народам, которые борются, сражаются. Слава нашим народам, достоинства уважения нашим народам, победы нашим народам. Спасибо, товарищи, Родина или смерть. Спасибо, уважаемый господин Траоре. На что я хотел бы обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана, забывается, но эта борьба велась Советским Союзом России в интересах всего человечества для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведётся не только в интересах самой Африки, она ведётся в интересах всего человечества, потому что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, а значит направлено на улучшение ситуации в мире в целом. В этом смысле я, безусловно, согласен с господином Траоре. Это очень похоже на то, что происходило и происходит с Советским Советом, с Россией в его борьбе и то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе Африки за свою подлинную независимость и свободу. Я с удовольствием передаю слово президенту Республики Камерун Полю Бейя. Пожалуйста, господин. господин президент Российской Федерации, разрешите мне прежде всего выразить благодарность от имени нашей делегации и от себя лично за теплый прием, братский прием, который был оказан нам в прекрасном городе Петербурге. Хотел бы в то же время выразить благодарность от имени всех африканских стран, народов за организацию нашего саммита, который, безусловно, позволит укрепить взаимопонимание между Африкой и Российской Федерацией. Быть может, многие удивляются тому интересу, который Российская Федерация проявляет сегодня к Африке. Должен в этой связи подчеркнуть, все это знают, что в 60-е годы прошлого столетия мы добились независимости после долгой борьбы, и Россия оказала тогда Африки Африки огромную искреннюю помощь. мы хотели бы еще раз поблагодарить вашу великую страну за эту помощь. Сегодняшний форум посвящен сотрудничеству. сотрудничество это всегда приносило прекрасные плоды для Африки. Сегодня мир сталкивается с большим количеством проблем. Это и засуха, и экономический кризис, не говоря уже об пандемии ковида. И это была новая история, новая страница в нашей истории. Но не забываем и о остальных проблемах, уголопирующей инфляции, экономических проблемах. Перед лицом таких проблем мы призываем к сотрудничеству, к такому сотрудничеству, которое Российская Федерация всегда с нами вела. Мы вместе уверен сможем предложить нашим народам новое решение для всех проблем. В Африке больше миллиарда жителей, но мы недостаточно представлены в международных организациях. В частности речь идет о организации военных наций. Мы надеемся на поддержку России в исправлении сложившегося положения. несправедливого положения. Хотел бы также сказать, что проблемы развития наших стран по-прежнему очень острые. Нынешний кризис еще более осложнил ситуацию. И как в прошлом, надеемся, что Россия поддержит нас, в частности, в изыскании финансовых средств, мы хотели бы, скажем, чтобы к МВФ было обращение другим финансовым структурам для разрешения наших проблем, для разрешения проблем безопасности и борьбы с терроризмом. Мы также должны сотрудничать. Россия действительно оказывает помощь многим странам мира в борьбе с терроризмом. Африка сегодня сталкивается и с этой проблемой, и с другими проблемами, с целым спектром проблем. Надеемся, что мы вместе будем двигаться к поиску решений. Не буду перечислять все сложности, все проблемы. Хотел бы еще раз воспользоваться предоставленной мне возможностью и поблагодарить Российскую Федерацию, ее руководство за помощь африканским странам в борьбе с экономическими проблемами. Наши студенты обучаются в российских университетах. Они возвращаются в нашу страну обогащенные знаниями, и за это мы также хотели бы поблагодарить Россию. Хотелось бы, чтобы по итогам нашего форума связи между Российской Федерацией и Африкой укрепились. Спасибо. Уважаемый коллега сказал, что у некоторых вызывает удивление растущее внимание России к Африке. Я думаю, что это не удивление, это какое-то настороженное отношение к этому процессу, но удивляет скорее другое, что в какой-то момент Россия стала меньше уделять внимания Африке. Несмотря на то, что у нас накопленный такой положительный опыт был прежних десятилетий, мы всё-таки должного внимания африканскому направлению не уделяли. Но с учётом будущего Африки, с учётом потенциала Африки, с учётом наших накопленных достижений прошлых десятилетий, это абсолютно естественно, что мы, Россия и Африка восстанавливаем наши отношения, и этот процесс, он будет только нарастать. Сегодняшняя наша работа совместная как раз попытка двигаться именно в этом направлении. Спасибо большое. Я передаю слово господину Ату Адаре, президенту Центральной Африканской Республики. Спасибо. Ваше превосходительство, господин Владимир Путин, президент Российской Федерации, уважаемый господин председатель Африканского Союза, уважаемые главы государств, дамы и господа. Я сегодня говорю от имени Центральной Африканской Республики, выступаю на пленарном заседании второго форума Россия-Африка, который проходит в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за ту решимость, с которой Россия поддерживает Африку в борьбе за суверенитет, за наши права, описанные в уставе он хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации, руководство России, народ России за замечательную организацию нашего форума, за сотрудничество с Африкой, несмотря на сложности геополитического характера, климатического энергетического характера. Наша страна, Центральная Африканская Республика, пользуется помощью России. Наши дружеские отношения находятся на высочайшем уровне. Между Россией и ЦАР сложились отношения высочайшего уровня. Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, особенно нашим силам, нашим вооруженным силам, нашим органам безопасности в борьбе с террористическими организациями, которые, скажем, в 2021 году напали на столицу нашей страны, город Банги, между нашими странами, между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране. Мы организовали свободные демократические выборы, и мы смогли избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими. От имени народа и правительства Центральной Африканской Республики разрешите властям Российской Федерации, руководству России выразить благодарность. Сегодня благодаря нашему сотрудничеству, благодаря поддержке России наша страна движется к процветанию и миру. саммитов проходит сейчас много, дается много обещаний, но не все они реализуются. Сегодня мы переживаем продовольственный кризис и климатический кризис. Африка ищет надежных экономических и финансовых партнеров. Африка стремится к равным взаимоуважительным дипломатическим отношениям к взаимовыгодному сотрудничеству. Центральная Африканская республика долго жила в условиях подчиненности, в условиях колониального ига. С 2016 года наша страна вступила в новый этап в своей истории. Мы сегодня диверсифицируем наши дипломатические отношения, устанавливаем двусторонние связи со всеми странами, которые этого желают. Экономические отношения, экономические программы развиваются. Форум Россия-Африка, который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практических устойчивых решений для нашей страны и для всего Африканского континента. Ваши превосходительства, дамы и господа, наша страна ее недра, ее природа это огромное богатство. Но использования этих ресурсов в настоящее время недостаточно. Тяжелая колониальная ига продолжает о себе напоминать. Мы Центральная Африканская Республика приглашаем все народы, все страны мира к взаимовыгодному эффективному сотрудничеству в рамках международного порядка основанного на уставе ООН. Африканские страны хотели бы, чтобы наши идеалы воплотились в жизнь и позволили достичь мира, безопасности и гармоничного развития. Благодарю вас. Уважаемый коллега, дал высокую оценку наших отношений межгосударственных. Хочу первое сказать, что он безусловно будет сохранен, этот уровень, по всем наиболее чувствительным нашим направлениям взаимодействия. В этом нет никаких сомнений, но сделать мы должны, конечно, ещё больше, у нас много возможностей, и мы будем это делать, будем двигаться по этому направлению, без всяких сомнений. Позвольте предоставить слово президенту республики Уганда, господин Муссавиани. Пожалуйста. Ваше превосходительство, Владимир Владимирович Путин, уважаемые главы государств и правительств африканских стран, угандийский народ передаёт вам привет, а также наилучшие пожелания. У меня есть прекрасная возможность принять участие в различных мероприятиях на протяжении последних 60 лет. Для того, чтобы понять трудности, с которыми мы сталкиваемся, мы должны помнить, что к 1900 году Африка была полностью колонизована, за исключением Эфиопии. Эта колонизация стала итогом 500 лет, на протяжении которых из Африки вывозили рабов. И эта преступная торговля разрушила африканский континент. Колонизации подверглась не только Африка, но и Азия, Индия, Индонезия, Индокитай, Бирма, Филиппины, Малайзия и так далее. Уничтожение и подчинение коренных народов Америки и Австралии также вписываются в эту тенденцию. Эти преступные деяния империалистов, включая работорговлю и колониализм, спровоцировали колонизованные народы на начало освободительной борьбы. Это началось в Соединенных Штатах Америки, в Падемо, которые начали панафриканское движение. И это стало первым шагом в нашей борьбе. Во-вторых, в 1912 году был создан Национальный конгресс Южной Африки, и они включили в себя борцов за освобождение. И это было по-другому, не так, как раньше, когда руководителями были цари, короли. Уганда, Танзания, Лапангура из Зимбабве, Муангве из Уганды. Вот люди, которые стали во главе этого движения. В-третьих, крупная страна, Советский Союз, стал коммунистическим в 1917 году, а в 1949 году коммунистическим стал Китай. Эти коммунисты активно выступали против империалистического движения. В-четвертых, в результате своей жадности империалисты начали бороться друг с другом за нас. И это привело к так называемым Первой и Второй мировым войнам. Эти империалисты стремились к доминированию в мире. Во время этих войн империалисты озвались, ослабили себя, и это сыграло на руку антиколониальному движению. Именно так Индия, Пакистан, Индонезия и другие страны обрели независимость. Некоторые империалисты пытались цепляться за свои колонии, но в Алжире, в Вьетнаме, Кении, Мозамбике, Анголе, Гвинея-Би-Сау, Зимбабве, Намибии и Южной Африки их победили. В-пятых, даже в самих империалистических странах у нас были союзники, которые выступали против этой злой системы. Финна-Брокуэй, Динго-Фуд, Улов-Пальме стояли на нашей стороне, на стороне наших родителей и выступали против этой порочной системы. Вот пять факторов, которые привели к победе над империализмом и восстановили наш суверенитет в определенной степени. Антиколониальное движение в Африке, Азии и Латинской Америке, подъем коммунизма в Советском Союзе, Китая, на Кубе, в Северной Корее и так далее. Две межимпериалистические войны прошлого века, в результате которого ослабился империализм, империалистические страны, что сыграло на руку нашим странам, когда наши родители использовались как пушечное мясо в этих преступных войнах. Они воевали с японцами в Бирме, с итальянцами в Эфиопии, с немцами на севере Африки. В-пятых, панафриканское движение, которое было запущено чернокожими людьми в Соединенных Штатах Америки, получило поддержку людей, которые выступали за справедливость в империалистических государствах, Фина Брокуэ, Динго Фуд, Улов Пальме и другие наши союзники. Потому мы рады присутствовать здесь, сегодня в России и хотели бы воспользоваться этой возможностью и выразить признательность Советскому Союзу и другим социалистическим странам за оказанную нам поддержку. Однако получение своего флага, такая независимость, недостаточно для Африки. Нам было необходимо здоровым образом разойтись с бывшими нашими митрополиями. Даже сейчас мы сталкиваемся с проблемами в развитии и с наследием колониальной эпохи. Нам удалось добиться определенных успехов, но многое еще предстоит сделать. Именно поэтому мы слышим, что ВВП Африки в настоящее время составляет 2,7 триллионов долларов США, что меньше, чем экономика Японии, Германии и других стран, не говоря уже о самих США или Китае. Подобная ситуация в африканской экономике вызвана задержками в развитии, которые у меня нет времени перечислять здесь. Однако мы их определили. И вместе с нашими братьями по Африканскому Союзу мы пытаемся решить эти проблемы. Однако мне хотелось бы привести пример такого затора. Это кофе. Ситуация с кофе. Общий объем кофейного бизнеса сейчас составляет 460 миллиардов долларов США. 460 миллиардов долларов США. Это объем кофейного рынка в мире. Однако производящие кофе страны Африка, Бразилия, Колумбия, другие страны занимают лишь 25 миллиардов на этом рынке. 460 миллиардов всего, а страны, производящие кофе, совокупно получают лишь 25 миллиардов из этой суммы. А на Африку приходится 2,5 миллиарда из 460 миллиардов. А доля Африки составляет лишь 2,5 миллиардов. А у Уганды 800 миллионов, потому что мы производим 280 тысяч мешков ежегодно. Германия, страна, которая не производит, не выращивает кофе, но зарабатывает на кофе 6,8 но зарабатывает на кофе в год больше, чем все африканские страны. 6,8 миллиардов долларов. И мы обсуждали с африканскими коллегами, почему же такая проблема. Я вижу, что с нами присутствует молодой солдат, наш коллега. И я бы назвал это современной формой рабства. Современное рабство. Почему же так происходит? Африка попала в ловушку. Мы производим сырье, сельскохозяйственное сырье, минеральное сырье, но не занимается обрабатывающей провышленности, не производит продуктов с добавленной стоимостью. Килограмм сырого кофе стоит 2,5 доллара. Обжаренный кофе стоит 40 долларов, и обжарка производится за пределами Африки. Поэтому вся эта добавленная стоимость производится за пределами Африки. И это проблема, в результате которой был закрыт, замедлен рост Африки. Это не одна проблема, есть и другие, но я не буду сейчас говорить о других. И я предлагаю нашим союзникам, России, Индии, Китаю и другим странам, принять решение, что они могут нам помочь и покупать готовую продукцию из Африки, а не сырье. Например, обработанный кофе, не зерновой, а уже готовый, шоколад вместо какао-бобов, текстиль вместо хлопка, сталь вместо железной руды. У нас есть слово офтаре, которое означает железная руда. Электрические аккумуляторы вместо лития и так далее. Часть проблемы, которую мы пытаемся преодолеть в Африке, это вопрос свободного передвижения торгов, товаров и услуг в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли. Проблема продовольствия, о которой сегодня так много говорят, для африаканских сообществ заключается в том, что, к примеру, в Уганде у нас нет проблем с продовольствием. Уганда является неттоэкспортером продовольствия. кукуруза, молоко, бананы, фрукты, рыба, касава, не говоря уже о таких напитках, как кофе, чай, какао, ваниль, производятся в нашей стране в больших масштабах. И в этой связи можно сказать, что у нас много возможностей. Без орошения наши фермеры производят мало бананов. Но благодаря орошению мы повысили этот показатель до 53 тонн бананов на гектар сельскохозяйственных земель. В некоторых секторах Уганда производят обширные объемы продовольствия. И это продовольствие такое, как говядина, в котором нет холестерина, но есть желтый жир, богатые калием бананы, жирные сливки, рыба, которая является полезной в лечении некоторых болезней, богатые белками и углеводами, другие виды продовольствия и так далее. В Африке у нас есть проблема и с рынками. Некоторые африканские страны производят много продовольствия, но не могут продавать его в другие страны из-за таможенных барьеров. Мы можем работать с странами, чтобы они сами создавали добавленную стоимость в Африке, и это будет означать создание новых рабочих мест для безработной африканской молодежи, которая действительно в настоящее время массово пытается добраться до Европы и искать работу там. И таким образом мы сможем также и уравновесить ситуацию с производством электроэнергии, и это все будет способствовать создавлению экономики внутри страны. И в Африке мы действительно активно работаем, в том числе на создание континентальной зоны свободной торговли, которые объединили бы огромные рынки африканских стран, где проживает полтора миллиарда человек, и еще в ближайшие 30 лет мы будем иметь население более двух миллиардов человек. Это будет намного больше. Африка намного больше, чем Индия. И тем не менее, нынешнее население Индии больше, чем в Африке. Африка, можно сказать, имеет недостаток населения. И несмотря на то, что именно в Африке произошел человек разумный, сегодня, благодаря современной медицине, впервые в истории человечества Африка может достичь оптимальных показателей по численности населения. И, наконец, мы не принимаем каких-либо войн на основании идеологии или политических разногласий. На протяжении всей человеческой истории мы наблюдали различные войны в Европе, которые навязывали всему миру принципы религиозного конформизма. Они разделили всех на католиков, на верующих, неверующих. И посмотрите, что случилось, к чему это привело. Они проиграли. Посмотрите, что стало с Австро-Венгерской империей, с их священными союзами, которые пытались распространять католическую веру и распространять принципы феодализма. Посмотрите на революцию во Франции в 1789 году, антибуржуазная революция, капиталистическая революция. В Австро-Венгрии же поддерживали принципы феодализма. И все эти революции и войны были, по сути, капиталистическими. Это несправедливые войны. В ходе колониальной борьбы мы боролись с этой несправедливостью. И сейчас мы направлены двигаться вперед путем диалога. Благодарю вас. Большое спасибо. Действительно, колонизация других стран, работорговля сегодня всеми признаётся как преступление. Это очевидно. Сегодня все с этим согласны. Но не были согласны, когда шла борьба за независимость в Африке. Не были. Это мы с вами хорошо помним. Вот это первое. Второе – получение своего флага, как сказал только что коллега, недостаточно. Это очевидно. А вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологии, в области цифры и в области продовольствия – вот это неприемлемо. С этим нужно бороться. И, конечно, вот многие здесь присутствующие знают, Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что нужно покупать в Африке только сырьё. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке. Мы должны вернуться к этой практике. Как призвал сейчас коллега, мы будем это делать и на двухсторонней основе, и на международных площадках. Спасибо большое. Позвольте предоставить слово президенту Республики Кунга Дани Сасу Нгесо. Уважаемый господин президент Российской Федерации, господин председатель Африканского Союза, президент Союза Коморских островов, уважаемые дамы и господа, главы государств, правительств, господин председатель комиссии Африканского Союза, Уважаемые дамы и господа. Наша делегация благодарит за оказанный нам тёплый приём. Мы очень рады возможности принять участие во втором саммите России-Африканского Союза. Это прежде всего наше стремление к миру, безопасности и развитию. Каждая историческая эпоха – это отдельное поколение. У каждого поколения свои вызовы. Мы говорили в Африке всегда о единстве. Раньше мы боролись против колониализма. Нам приходилось бороться с апартеидом, завоёвывать свою независимость. И в этой борьбе Африка получила поддержку бывшего Советского Союза, поддержку в борьбе за независимость. И всё это вписывалось в стратегию солидарности. Раньше это называлось интернационализмом. Чтобы полностью получить независимость, африканские страны нуждались в компетентных профессиональных элитах. И тогда бывший Советский Союз оказал большую поддержку. Миллионы были потрачены на подготовку африканских специалистов. Много тысяч стипендий было получено. А сегодня наша цель – это развитие во имя благополучия двух миллиардов африканцев. Столько населения мы ожидаем в Африке к 2050 году. Сегодня, как и вчера, в рамках борьбы за освобождение речь идёт о том, что мы ведём борьбу. Борьбу за развитие. И Африка здесь, конечно, не может обойтись без помощи, сопровождения страны своих друзей и партнёров. Мир сегодня превратился в глобальную деревню. Все мы живём вместе. Господин президент, мы сегодня подтверждаем, что невозможна индустриализация нашего континента без электрификации. помните знаменитый лозунг, великий лозунг великого революционера вашей страны, который сказал, «Социализм – это советская власть», плюс электрификация всей страны. При этом, сегодня, на сегодняшний день, 600 миллионов африканцев, я повторю эту цифру, 600 миллионов африканцев живут без электричества. Кроме того, говоря о зоне свободной торговли, говоря о свободном перемещении людей, товаров и услуг, надо сказать, невозможно обеспечить это без современных транспортных, логистических путей, железнодорожных, морских, без аэропортов, без развития телекоммуникаций. «Африканская зона свободной торговли» это воплощение такого видения будущего. но реализация планов свободной торговли возможна только если мы сможем опираться на соответствующую инфраструктуру. А все эти инвестиции весьма дороги. И если мы в одиночку, если наши страны в одиночку будут заниматься этим вопросом, то это, в общем, самоубийственная практика. реализация наших планов возможна лишь при объединении усилий в рамках континентальных или региональных, субрегиональных организаций. Помощь Африки со страны России заключается в стратегическом партнерстве, и мы призываем к установлению стратегического взаимовыгодного партнерства. Мы, африканские страны, должны при этом сосредоточиться, но на определении главных, приоритетных элементов инфраструктуры, по ним и будут переговоры в рамках, в частности, государственного частного партнерства, будут различные источники финансирования, могут быть концессии, кредиты на долгосрочный период, могут быть разные источники финансирования. Африка сможет развиваться только в условиях синергии. Автарки для нас неприемлемо. Есть, конечно, маленькие, не слишком масштабные проекты, но нам нужны проекты большие. Мы не ожидаем просто щедрости с чьей-то страны. Мы не стоим с протянутой рукой. У российско-африканского сотрудничества большое будущее, у Африки большие ресурсы. Наше видение будущего сотрудничества это самое широкое видение. все мы это делаем во время мира. В рамках взаимного доверия партнеров, что позволит обеспечить выполнение обязательств и инициатив. Говоря о мире в Африке, надо еще раз сказать, мы стремимся к миру, и мы надеемся, что и в Европе установится мир. Поэтому я еще раз призываю к окончанию российско-украинского конфликта. Есть африканская мудрость. Говорят, что трава страдает от слонов, которые по ней топчутся. Эта речь идет, конечно, о разных моментах, в частности, о сельскохозяйственных землях. Это многосторонняя проблематика. Наше население затронуто многими сегодня сложностями и проблемами, возвращаясь к российско-украинскому конфликту. африканская инициатива заслуживает внимания, заслуживает самопристального внимания. Ее нельзя недооценивать. И поэтому я поддерживаю слова господина Путина на эту тему. Еще раз вновь и вновь хочу сказать, что мы продолжаем оставаться оптимистами. У нас много проблем. На саммите мы все их обсуждаем. И мы еще раз настоятельно призываем к восстановлению мира в Европе, в вашей части планеты. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Это очень важный вопрос, и, безусловно, мы его обсудим. Сегодня у нас посвящено будет этому специальное время, что касается мира. Это, безусловно, так. основа любого развития. Но я бы хотел обратить внимание на две вещи, которые были затронуты выступающим. Это инфраструктура и подготовка кадров. Инфраструктура, безусловно, базовое условие для развития, это совершенно очевидно. И здесь нужно определить, и здесь на что бы хотел обратить внимание. Во-первых, у России есть компетенции в развитии любой инфраструктуры, любой, я хочу это подчеркнуть, и компетенции очень хорошие. Во-вторых, есть финансовые источники для того, чтобы решать эти задачи. Нужно только нам совместно, совместно предложить и выработать взаимовыгодные, эффективные с экономической точки зрения инструменты решения этих вопросов. У Африки достаточно ресурсов для того, чтобы выработать совместно со своими партнёрами, в том числе с партнёрами из России эти инструменты. Ну а что касается кадров, подготовки кадров, у нас очень хороший опыт работы с талантливой молодёжью из Африки, очень хороший. И я думаю, что это вообще самое главное, потому что будущее мировое экономики зависит от высоких технологий, а развитие высоких технологий без специалистов просто невозможно. И это очень важное направление нашей совместной работы. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Арабской Республики Египет Абдель-Фартаху Сиси. Пожалуйста. Прép Bilokin поз tips Благодарю вас. Ваше высокопревосходительство президента Российской федерации во имя Аллаха Милостённого Милосердного. Ваше высокопревосходительство президент России Владимир Путин. Ваше высокопревосходительство президента Африканского союза господин Оссумани, ваше высокопревосходительство, главы государств, правительств, дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы выразить вашему превосходительству президенту России Владимиру Путину благодарность за гостеприимство и прекрасную организацию второго саммита Россия-Африка. Первый саммит, как известно, прошел в 2019 году, и мы считаем, что это очень важное мероприятие для строительства партнерских отношений, которые складываются между Россией и странами африканского континента. Сегодняшний саммит происходит в чрезвычайно сложной международной обстановке, потому что речь идет о поляризации различных сил и влиянии этого на всю систему международных отношений. И, конечно, африканские страны заинтересованы в строительстве надежной инфраструктуры, и прежде всего в тех вопросах, которые затрагивают нашу безопасность и мир. И поэтому наши страны пытаются сделать все для того, чтобы использовать имеющиеся ресурсы для достижения этих целей. Дамы и господа, всегда Египет был своего рода пионером в этой области, и мир между сильными странами должен строиться на справедливости. И это было нашим стратегическим выбором. Мы исходим из того, что сила заключается в правде и в логике, а не, наоборот, в логике силы. Естественно, наше мнение по поводу того, что мы делаем сегодня, очень важно в свете нашего стратегического партнерства. Прежде всего, африканские страны должны пользоваться своим суверенитетом, выступают за мир, за справедливое и устойчивое развитие. И они должны, конечно, оставаться, по-прежнему придерживаться той же позиции по отношению ко всем сложным проблемам, с которыми сталкивается сегодня и Организация Объединённой Нации, и в том числе вопрос мирного урегулирования существующих кризисов. И, естественно, мы должны глубоко изучать причины возникновения тех или иных конфликтов и их воздействия на мир и безопасность. Мы должны также рассматривать, внимательно изучать вопросы, касающиеся влияния международных санкций на ту или иную страну. Мы должны принимать во внимание цели развития африканских стран в свете тех вызовов, с которыми эти страны сталкиваются, учитывать вопросы продовольственной безопасности, роста цен на продовольствие. И поэтому необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы. И, конечно, необходимо достичь консенсуса по вопросу зерновой сделки, зернового соглашения, как мы его называем, и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов. Что касается позиции африканских стран, то она основывается на умеренности тех взглядов, которые мы исповедуем, и на том, чтобы исходить в решении всех этих вопросов, исходя из наших интересов. Очень важны здесь вопросы финансирования, вопросы поддержки со стороны России, африканских стран. Те документы, которые мы принимаем сегодня на саммите, очень важны для определения нашего стратегического партнёрства, не говоря уже о тех широких перспективах, которые открываются в связи с развитием наше сотрудничество, что ими отличает наш взаимный интерес. И, естественно, направление экономического сотрудничества и внимания, которое мы уделяем индустриализации, развитию сельского хозяйства, инфраструктуры, это всё важно в свете нашего сотрудничества и взаимодействия с Россией. И, учитывая исторические связи между нашими народами, и, пользуясь случаями, я хотел бы заверить о том, что Египет готов и впредь вносить свой вклад в укрепление и углубление нашего стратегического сотрудничества на тех принципах, о которых мы договариваемся. Мы готовы также к активизации связей и отношений между нашими компаниями и российскими организациями и компаниями. В том, что касается интересов нашего региона, то здесь, конечно, важно принимать внимание усилия Африканского союза, а также все шаги по восстановлению нашей экономики, по её развитию и укреплению мира и безопасности в нашем регионе. В заключении я хотел бы ещё раз поблагодарить Российскую Федерацию, лично его превосходительства, президента России Владимира Путина, за этот саммит, за его организацию и за то, что мы, как надеемся, этот саммит принесёт желаемые результаты на пути прогресса и мира. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, уважаемый господин президент. Отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни. Не важно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано. Но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов. Я сейчас хочу опять вернуться к тому, о чём здесь мой друг и коллега сказал по поводу продовольственной политики, и дефицитов, и цен, и так далее. Я уже говорил, и хочу просто повторить. Ведь сложности в продовольственном и на энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не за ситуацией с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, когда многие страны, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, они вынуждены были соответствующим образом поддерживать своё население и своё производство в различных отраслях. Каким образом? С помощью в конечном итоге эмиссии денежной. В Соединённых Штатах провели колоссальную эмиссию и в еврозоне провели колоссальную эмиссию. В еврозоне чуть поменьше, в США очень в большом объёме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу. Связано это было и с, прямо скажем, недлинновидной политикой в области энергетики, когда, забегая вперёд, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики. Всё это привело к росту энергетических ресурсов. В конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой. Одна ошибка за другой. Это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки и продовольствие, рынки минеральных удобрений и энергетики. Вот где причина роста цен. Конечно, то, что происходит сегодня на Украине, в известной степени стимулирует эти процессы, но первопричина не здесь. Первопричина в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран финансовой, энергетической политики и финансовой, как я уже сказал. Вот где причина роста цен на продовольствие в конечном итоге. Первопричина. Но, конечно, мы должны думать и о том, что лежит на поверхности, и мы сегодня ещё об этом поговорим. Я имею в виду и кризис на Украине. Спасибо большое за ваше выступление. И сейчас передаю слово президенту республики Эритрея. Господина Афиборки. Ваше превосходительство, президент Владимир Путин, хотел бы вас поблагодарить за возможность выступить. Выступления предыдущих ораторов затронули фундаментальные, важные вопросы, которые рассматриваются на саммите Россия-Африка. Они важны для африканского континента. Хотел бы сейчас особое внимание уделить процессу, который сейчас происходит. Посредством консультаций мы разрабатываем консенсус. Сейчас проходит вторая фаза саммита Россия-Африка. И мне кажется, он подсветил некоторые основы нашего стратегического партнёрства. В нашем партнёрстве мы должны принимать во внимание серьёзные вопросы, которые сейчас стоят на повестке. Я бы предложил создание механизма для того, чтобы разработать документ, в котором была наша стратегия и развитие стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Африканским континентом. Эта стратегия не должна быть какой-то общей основой для партнёрства. Нам нужно перейти к конкретным сферам сотрудничества. В рамках этой стратегии мы должны разработать конкретный документ для конкретных проектов по каждому сектору промышленности. Нам нужно разработать планы более широкой стратегии, в которой бы учитывались конкретные детали, необходимость мобилизовать ресурсы. Я считаю, что Россия, Африка, Китай, другие партнёры, нерегиональные, например, Латинская Америка, Азия должны работать над такими проектами. Что касается планов, они потребуют мобилизации ресурсов. И могу сказать, что на этом континенте более 60% всех мировых ресурсов. Их можно мобилизовать на благо наших проектов в промышленности и других сферах. Пришло время реализовывать эти проекты и мобилизовывать наши ресурсы. Я уверен, что Российская Федерация обладает всей необходимой промышленной производственной базой для того, чтобы оказать поддержку подобному стратегическому партнёрству между Россией и Африкой, но также и другим континентам, которые бы хотели в этом поучаствовать, поучаствовать в реализации наших целей. Но для этого нам нужно разработать особый документ. Возможно, мы можем провести следующий саммит, например, в следующем году. И к этому моменту у нас должна быть чёткая стратегия, в которую бы были включены ряд планов по каждому сектору промышленности, а также крайние сроки реализации. Также нужно включить в эти планы мобилизацию ресурсов, это финансовые, материальные, технологические, промышленные ресурсы. Всё это нужно мобилизовать, чтобы реализовывать эти чёткие конкретные планы. Для этого нам нужны механизмы, чтобы реализовывать по отдельности каждый проект. Таким образом, у нас будет интегрированный всеохватный подход. Это требует очень большой доработки на различных институциональных уровнях. Также хотелось бы добавить, что Российская Федерация могла бы оказать в этом поддержку, внести свой вклад, определить стратегию, разработать конкретные планы и цели. В общем, это должны быть очень подробные планы в области технологического развития. Помимо прочего, нужно включить конкретные сроки реализации проектов. Как только у нас будет готов этот документ, каждый партнёр может нести свой вклад на уровне континента, на уровне Российской Федерации. Глобальные партнёры также могут присоединиться к нашим усилиям, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Через 25 лет у нас будет население 2,5 миллиарда людей. То есть нам нужно будет решать проблемы, и лучше их решать раньше, чем позже. Нужно думать наперёд. И мне кажется, что на втором саммите нам нужно подумать о разработке подобных документов. Мы должны быть готовы к такой работе, к работе над проектами, к работе над мобилизацией ресурсов. Надеемся на успех такого саммита. Ещё раз, Ваше превосходительство, господин Путин, спасибо Вам за создание такой благоприятной среды для обмена идеями, соображениями, для разработки консенсуса, для того, чтобы создать устойчивые программы для развития не только России и Африки, но и всего человечества. Спасибо. Я полностью согласен. Если не думать о ближайшей среднесрочной перспективе, то и на сегодняшний день трудно будет добиваться каких-то конкретных, положительных, нужных нам результатов. Поэтому создание такого механизма стратегического партнёрства – это очень важное дело, как маяк такой, который показывает нам путь, направление нашего движения. Безусловно, это сложная работа. Если Вы предлагаете ещё сопоставить её с возможностями наших партнёров и друзей в других регионах, в Латинской Америке, в Азии, то, конечно, лучший инструмент для этого или лучшая площадка для создания такого инструмента – это консультации с нашими партнёрами по БРИКС. И мы постараемся, здесь вот есть коллеги и президент Южно-Африканской республики, мы постараемся вместе продвинуть Ваши предложения и с нашими партнёрами по БРИКС. И, конечно, нужно подумать над тем, как… Это сложная работа, особенно по отраслям, по странам, сложная работа. Но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас. Согласен с Вами, конечно. Спасибо большое. Да. Пожалуйста, слово предоставляется президенту республики Гвинея Бесау Умару Сисоку Эмбалу. Спасибо, друг. Синьор президент Владимир Путин, Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Путин, Также уважаемые главы государств и правительств, господин Ас-Алим, африканских стран, которые присутствуют в этом зале, президент Африканского союза, уважаемый глава делегаций, уважаемые послы и представители международных организаций, и уважаемые гости, дамы и господа. Прежде всего, я бы хотел обратиться со словами глубокой благодарности президенту Российской Федерации, господину Владимиру Путину и правительству Российской Федерации за тёплый приём, который был оказан нашей делегации, мне лично, в этом красивом и гостеприимном городе Санкт-Петербурге. Я также благодарю администрацию Санкт-Петербурга за великолепные условия работы, которые являются одним из залогов её успеха. Санкт-Петербург, который раньше назывался Ленинградом, конечно, это город, неразрывно связанный с историей. Именно этот город во время жестоких боёв Второй мировой войны вдохновлял людей всего мира, которые в дальнейшем также поднялись на борьбу за освобождение своих наций. Дорогие друзья, главы государства, правительства стран Африки, В эти дни два международных мероприятия обретают очертания, наполняются смыслом, проходя в Санкт-Петербурге. Первое – это уже состоявшийся форум партнёрства Россия-Африка, который принял план деятельности на период 2023-2026. А сегодня – день саммита России-Африка. Цель и форума, и саммита – возобновить и укрепить те исторические и по-настоящему стратегические связи, которые во второй половине XX века определили движение африканских народов к обретению национальной независимости. Господин президент Владимир Путин, уважаемые гости, делегация Гвинеи и Бесао прибыла в Санкт-Петербург, сделав дома домашнее задание. Мы определили в качестве следующих приоритетные цели, а именно сотрудничество России в трёх основных областях, важных для развития Гвинеи и Бесао, а именно образование, проблемы молодёжи и спорта, добычи полезных ископаемых, прежде всего энергоресурсов, инфраструктуры, сектора рыболовства. Естественно, правительство Гвинеи и Бесао будет сотрудничать с правительством России как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, согласно плану действий, принятому форумом сотрудничества России и Африка. И я также могу сказать, что мы будем использовать весь потенциал наших отношений. Заканчиваю. Спасибо. Большое спасибо, дорогой друг. Вы обратили внимание на три важнейших составляющих – образование, энергетика и рыболовство – это продовольствие. Во всех этих сферах у нас есть хорошие компетенции, возможности и финансовые ресурсы. Будем вместе работать, и благодарю вас за ваше предложение. Пожалуйста, на слово председателя президентского совета Ливия, господина Менфи. Господин президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, дорогие главы государств, уважаемый Азали Усмани, председатель Африканского союза и президент Каморских островов. Также приветствую главу комиссии Африканского союза господина Муса Факи. Хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Нужно сказать, что настоящая встреча, безусловно, старается показать всю глубину взаимоотношений между Российской Федерацией, с африканскими странами и с африканским континентом в целом в соответствии с решениями той встречи, которая происходила в своё время в Сочи. Дамы и господа, мы в настоящее время скоро будем отмечать десятилетие тех решений, которые были приняты касательно стратегического движения африканского континента для того, чтобы развивать наш континент и максимально вовлекать его сограждан в дело осуществления стабильного развития. Мы, безусловно, в сотрудничестве с Российской Федерацией, конечно же, осуществим все основные принципы нашей континентальной повестки дня будем развивать цифровую экономику зелёную революцией, привлекая природные богатства африканского континента. Развитие Африки столь богатой природными ресурсами, безусловно, окажет позитивное воздействие на развитие всей мировой экономики. Мы будем стараться изменить модели сотрудничества с нашими старыми союзниками и бороться за установление справедливых цен на природные ресурсы. Будем выступать против столь тягостных для наших народов займов и кредитов, что, безусловно, приводит к выеданию, так сказать, национальных бюджетов и мешает стабильному развитию наших стран. дамы и господа, мы стараемся принимать участие в развитии проектов, которые направлены на восстановление инфраструктуры железных дорог, производство чистой энергии. Будем стараемся противостоять вызовам в сфере экологических проблем, бороться против проблем голода и всемирно содействовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции в нынешних исторических условиях. Мы, конечно же, хотели вам напомнить, что Российская Федерация является постоянным членом Совета безопасности и он играет важную роль в осуществлении планов африканского континента, который стремится к справедливому, эффективному, постоянному развитию в Африке. В настоящее время считает, что в течение многих столетий она подвергалась несправедливой эксплуатации и безусловно, несмотря на то, что формально все страны сумели освободиться от колониального гнета, по-настоящему мы не сумели создать подлинно национальных государств и теперь совместно с Африканским союзом мы должны стремиться к тому, чтобы изменить систему членства в Совете Безопасности Организационных Наций, несмотря на некоторые непринципиальные реформы в последнее время Запад продолжает сохранять господствующее положение, он стремится оказывать на нас всемирное давление, используя финансовые задолженности в своих интересах, разрушая нашу экономику и всемирно увеличивая бедность и нищету в наших странах. Все это, а также другие обстоятельства свидетельствуют о том, что Российская Федерация может способствовать установлению справедливых отношений между нашими странами и сообществом. Организация Африканского Единственного и Африканский Союз на протяжении последних 60-х лет, стремясь к братскому сотрудничеству между африканскими странами, борется против неграмотности, против бедности во имя установления справедливой системы и прежде всего известной системы Юг. Мы, дамы и господа, мы стремимся в развитии этого стратегического сотрудничества. Нужно сказать, что ряд африканских лидеров заключили выгодные для нас соглашения с Российской Федерацией для того, чтобы всемирно способствовать решению продовольственной проблемы на нашем конференции. Мы требуем от организации объединенных наций реалистического подхода к нашим проблемам. Дамы и господа, весьма полезным является, чтобы мы несли общую ответственность. Ведь нужно сказать, что Ливия, справившаяся со своими проблемами, становится полноправным и эффективным членом организации объединенных наций, готовым делиться, поставлять свои природные ресурсы. На благо всего мира мы добились установления и прекращения огня и стремимся ликвидировать все явления национального раскола. мы стараемся создать общие вооруженные силы. Мы, безусловно, обращаемся к нашей армии для в связи с заседанием и решением принятыми в городе Бенгази для того, чтобы во всех концах дорогой Ливии установился мир и спокойствие, для того, чтобы мы сумели бороться с нашими проблемами. наш президентский совет под руководством Всеафриканского союза, которым председательствует президент республики Конго, а также другие видные деятели. Мы стремимся к решению всех наших проблем и обращаемся к нашим друзьям в российском руководстве и к нашим друзьям в африканских странах для того, чтобы они оказали нам помощь в выводе всех иностранных войск с нашей территории. Безусловно, последние события, которые происходят в Братском Нигере, нас чрезвычайно беспокоят и мы стремимся к тому, чтобы в этой стране была установлена законная власть. Ваше превосходительство, безусловно, мне хочется поблагодарить от всей души российский народ, его правительство за приглашение. Благодарю вас. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Вы затронули очень много важных вопросов. Это и продовольственная безопасность, энергетика, образование, цифровая экономика. Но, конечно, принципиальным является то, что в Ливии удалось добиться прекращения огня и очень важно добиться подлинного национального единства. Не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств. Россия со своей стороны, понимая все сложности этого процесса, будет все делать, что от нас зависит, для того, чтобы способствовать этому позитивному направлению взаимодействия всех сил в самой Ливии. Надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить об этом поподробнее. Спасибо большое. Я предоставляю слово президенту переходного периода республики Мали Асими Гойте. Уважаемый президент, я сахаб мое происходительство главы государств африканских господа и дамы. Прежде всего, я благодарю его происходительство Владимира Путина, президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, комитет, организационный комитет за приглашение для участия на этом саммите и спасибо за теплый прием, который мне был оказан. Я очень рад присутствовать здесь, в Петербурге, в историческом городе, на этой очень важной встрече. Уважаемые присутствующие, господин президент, организация саммита Санкт-Петербурга через 4 года после саммита в Сочи показывает качество нашего стратегического партнерства между Россией и Африкой. Это партнерство основано на долгой дружбе, на искренности, на взаимном уважении, и это придает особый характер конечно же нашим отношениям. Мали конечно не имеет общих языков или много общего с Россией, но тем не менее мы сотрудничаем с 1960 года, когда наша страна получила независимость. вне зависимости от изменений наши отношения стали более интенсивными, разнообразными и это можно видеть в разных областях инфраструктура, инфраструктурная область, научная область, сельское хозяйство, высшее образование, оборонный сектор, безопасность и многие другие. Несмотря на геополитическую ситуацию, мировую конъюнктуру, очевидно, что малийский народ мобилизован и цель наша консолидировать стратегическое партнерство между Мали и Российской Федерацией во благо и ради счастья наших народов. Такое партнерство тем более необходимо, что Россия смогла показать в трудные моменты свой статус верного партнера Мали, проявила верность, динамизм и помогала нам в решении трудностей, сопровождала нас и уважала наш суверенитет. статус и чтобы восстановить мир, стабильность, восстановление мира, стабильность, безопасность, это очень важно, и поэтому мы сейчас должны прежде всего защитить наше население и защитить территориальную целостность нашей страны. этот стратегический выбор для нас очень важен и мы должны, конечно же, стать абсолютно независимыми и самодостаточными и укреплять наши вооруженные силы и у нас поэтому в Мали есть военное партнерство с Российской Федерации и спасибо вам за вашу поддержку, дружбу. Благодаря России мы смогли укрепить наши оборонные силы, наши службы безопасности, силовые структуры. Мали вооруженные силы сейчас находятся в динамике наступательной. Мы серьезно, значительно сократили атаки, которые были нацелены на военные базы. Мы смогли обеспечить безопасность во многих местах. И я снова хочу поблагодарить вас, господин президент, за вашу поддержку, за поддержку вашего правительства. И благодаря вам нам удалось сильно продвинуться в борьбе с терроризмом. Сотрудничество с нашими странами не сводится к вопросам обороны, безопасности. Мы также сотрудничаем в области природных ресурсов, человеческих ресурсов, и также в области коммерческой, торговой. И наше партнерство сейчас переживает новую динамику на экономическом валютном фронте. И для нас это значительные возможности для того, чтобы усилить наши экономические двусторонние связи. Господин президент, малийцы очень горды тем, что принадлежат к африканскому континенту. И у нас есть традиционные ценности, очень древние, у нас есть традиционная культура, и это очень важно для нас. И мы разделяем принципы справедливости, приверженности традиционным ценностям, которые нас объединяют с Россией. Сегодня больше, чем когда-либо судьбы африканского народа и российских народов связаны. Мы должны вместе противостоять общим вызовам утверждения полной суверенности, суверенитета наших стран, борьба с терроризмом, борьба с бедностью, продвижение прав и свобод. Все эта борьба должна вестись эффективно. И мы в Мали сталкиваемся с значительным кризисом. Это результат вмешательства НАТО в Ливию. И конечно мы сталкиваемся с различными вызовами характера, связанными с обороной, связанными с безопасностью. Также мы столкнулись с последствием санитарного кризиса, связанного с ковидом. И по этому случаю я благодарю всех наших друзей за их поддержку, наших российских друзей, за их поддержку региона Сахели. И господин президент, я хотел бы поддержать вашу работу в плане заключения справедливого международного соглашения об экспорте зерна на африканский континент. И вы проявили много прагматизма, реализма, и вы проявили много труда, чтобы договориться, чтобы была договоренность между Россией и Украиной. Мы привержены международному сотрудничеству, многосторонности и отношениям, основанным на равенстве. и все члены ООН должны соблюдать основные принципы прав человека, устава ООН. И мы тоже привержены этому принципу. И мы, Мали, мы поддерживаем инициативу России, мы призываем к консенсусу, чтобы защищать принципы и ценности устава ООН. Мы выступаем за новую архитектуру международных отношений. Конечно, для этого потребуется реформа Совета безопасности ООН. И наше общее сообщество, наше сообщество должно сделать все для того, чтобы произошла справедливая реформа. Не должны политизироваться вопросы прав человека. И не должно быть двойных стандартов. Что касается реформы Совета безопасности, сейчас это очень важный вопрос в рамках работы по реформе ООН. И Африканский союз требует 10 постоянных мест в Совете безопасности ООН. Мы выступаем за стабильность, за безопасность. И конечно, нужно будет реформировать институции на базе справедливых отношений. Действительно, согласно международным прогнозам, экономика должна была быть в рецессии в 2023 году, но мы должны внимательно смотреть на экономические показатели. и мы видим, что страны БРИКС набирают силы, они являются очень авторитетным объединением, и они являются очень влиятельной организацией на международной арене. Страны БРИКС для нас являются надеждой, и мы надеемся, что это будет инструмент борьбы против доминирования Запада. И мы надеемся, что будет возможность создать механизмы и возможности финансирования развития наших стран. В нашем мире есть очень много вызовов, сложных вызовов, и Африка с энтузиазмом приняла организацию нынешнего саммита, и мы считаем, что это очень важное мероприятие, которое позволит создать настоящее справедливое партнерство между нашим континентом и Россией, и что не будет никакой дезинформации. Я надеюсь, что мы будем продолжать все наши отношения со всеми партнерами, соблюдая три принципа в нашей республике – соблюдение суверенитета Мали, соблюдение наших стратегических интересов, защита интересов малейского народа. И я также придерживаюсь панафриканской позиции, республики и для нас важна реализация интеграции внутри Африки. Спасибо вам большое. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Вы сказали очень много важных вещей, и мы все внимательно слушали. Но на одно я бы хотел обратить особое внимание. Вы сказали уприверженности вашей страны традиционным ценностям, а это то, что нас, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности – это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета. И, безусловно, это то, что лежит в основе нашей государственности. Так что полностью разделяю эти подходы. Пожалуйста, я передаю слово президенту Республики Мозамбик Филиппе Расинто-Ньюси. Спасибо, господин президент Русской Федерации Владимир Путин. Также уважаемый господин Азалий Ассани, президент Африканского Союза, который является президентом Африканского Союза, уважаемый глав государства правительств, дамы и господа. Для мозамбикской делегации, для меня лично, огромная огромная честь и привилегия находиться в городе Санкт-Петербурге для того, чтобы принимать участие во втором саммите России-Африка. Мы, естественно, благодарим за приглашение Владимира Путина и также всю Российскую Федерацию за организацию этого саммита, а также за те отношения дружбы и сотрудничества, которые наблюдаются между нашими странами. И эти отношения имеют свою целью также взаимно выгодное сотрудничество. И темой как бы мозамбика, темой этой многосторонней этого многостороннего саммита является мир, за мир, безопасность и сотрудничество. Что это такое? Значит, мы всячески поддерживаем принципы мира и безопасности. Это очень важно для африканского народа, для всех народов Африки. в африке с консенсом Узулин которые преконизают присутствие африканского как мембра permanente. Мы также следуем принципам присутствия большинства африканских стран и некоторых из них в Совете безопасности Организации Объемных Наций. И для нас очень важно чтобы африканские страны также являлись постоянными членами Совета безопасности Организации Объединенной Нации. Естественно в этом контексте только так африканские страны могут принимать эффективные долгосрочные решения. И в 2023 году в марте мы также вели разговор в Совете безопасности по этой теме. И мы также считаем что очень важно создание общего фонда всех стран для борьбы с терроризмом. И это очень важно также для построения мира и поддержания усилий по его сохранению в Мозамбике. Также нужно вести политический диалог на международном уровне. таким образом мы стараемся проводить этот диалог как внутри Мозамбика, так и на международных площадках, где также обсуждаются вопросы мира, безопасности. Уважаемый господин президент и уважаемые гости, Естественно, одной из тем саммита является развитие стран Африки. И здесь очень важным является развитие как экономического капитала, так и человеческого капитала. Очень важно использовать человеческий капитал для развития нашей страны в самых различных областях и также в других африканских государствах. Но инфляция, которая в данном случае, в данной ситуации в Мозамбике, к сожалению, не дает нам возможности развивать национальную экономику. Но мы принимаем все возможные меры для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И одним из достаточно уязвимых секторов в этой области является сельское хозяйство. сельскохозяйственных производителей в сельскохозяйственных производителей. сельскохозяйственных для нас также приоритетно является очень важным решение проблем, связанным с молодежью. И, соответственно, они не должны испытывать голод. Мы также надеемся на получение определенных субсидий и помощь со стороны международных организаций. Но и общими усилиями мы хотим решить эти проблемы и предвосхитить многочисленные проблемы в будущем. В этом контексте также одной из проблем является переселение населения из сельских зон в города. Также одной из проблем являются климатические изменения, а также атаки террористов. Таким образом, на этом саммите мы считаем, что мы должны углублять и всячески расширять те инициативы, которые разработаны на данном форуме. и не только совершенствовать механизмы международной помощи, но также мы должны решать эти проблемы сами. Второе, мы также должны сотрудничать и в других областях, прежде всего в областях цифровой экономики, в области транспорта, в области развития науки и технологии, а также затем в области производства товаров с добавленной стоимостью. Также мы должны развивать наше сотрудничество в области торговли, бизнеса, затем создания новых мест для населения Мозамбика. мы надеемся на то, что ситуация в нашем регионе улучшится, и мы также надеемся на то, что самым главным является человеческая жизнь, она ставится в голову угла, поэтому мы решим все проблемы. Я вновь подтверждаю, что мы обязательно будем продолжать наше сотрудничество с африканскими странами и вместе с Африканским Союзом будем продолжать развивать отношения с Россией наше отношение на основе мира, безопасности и взаимной выгоды. И это будет идти на благо наших народов, наших стран. И в данном случае, уважаемый господин Путин, этот саммит будет способствовать улучшению отношений и сотрудничества которые будут отвечать чаяниям африканских народов. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги, что вы поделились с нами своими озабоченностями и своим видением перспектив развития. Мы с вами имели возможность поговорить подробно по всем этим вопросам. Желаю всего сердца вам успехов и надеюсь на продолжение сотрудничества, о котором мы договаривались. Благодарю вас. Слово президенту республики Сенегал Маке Салу, пожалуйста. Благодарю господа и дамы. Хотел бы поблагодарить господина президента Владимира Путина за ваш тёплый приём и за всё то, что вы сделали, чтобы облегчить наше пребывание. Я очень рад, что в третий раз за два года с вами встретился после встречи 3 июня 2022 в Сочи и недавно 17 июня была встреча в рамках африканской миссии. Этот саммит проходит в духе договорённости традиционного нашего партнёрства. и эти отношения начинались ещё во времена борьбы с колониализмом. Наши отношения очень хорошие, но я думаю, что нужно ещё продолжать делать усилия, чтобы наше экономическое сотрудничество было ещё более насыщенным. Потенциал нашего партнёрства огромный. Африка это 30 миллионов квадратных километров, более 1 миллиарда 300 миллионов жителей. И Россия тоже огромная страна. И все мы вместе, все вместе, наш континент и ваша страна, мы являемся огромным объединением, союзом. У нас огромные природные ресурсы, огромный демографический потенциал. И поэтому мы можем работать и сотрудничать в разных областях, сельское хозяйство, промышленность, углеводороды, информационные технологии, безопасность, транспорт, цифровая экономика и так далее. Но нужно отталкиваться от адекватных и прагматичных механизмов, механизмов по инвестициям, по финансированию и партнерству. Вы заметили, что я не говорю о помощи, потому что на самом деле я не верю в помощь. И чтобы ответить нашему молодому брату, коллеге, президенту Букина-Фасо, Африка, мы сюда приехали не для того, чтобы что-то выпрашивать, и мы также и в другие места не за этим приезжаем. Мы работаем, чтобы создать достойное партнерство для развития и благополучия наших народов, где бы ни происходили дискуссии в Дакаре, Вашингтоне или Санкт-Петербурге. Мы ведем нашу борьбу за достоинство, и эта битва выходит за границы различных поколений. И об этом говорили многие президенты, также господин президент Сасунгису. У каждого поколения своя битва. У нас мы ведем битву с терроризмом, который подтачивает наш континент, но также мы должны работать на развитие нашего континента. Но если так разобраться, почему Африка оказалась в такой ситуации? это наследие истории, наследие связанное с колонизацией и с рабством. И это продолжается в этой системе неоколониализма и вот этой несправедливости систем, с которыми мы боремся. Мы требовали реформу ООН, мы требовали реформу мирового управления. и сегодня нам именно эти институции диктуют правила. И если эти правила не будут изменены, мы ничего не достигнем. Именно поэтому очень важно работать на основе солидарности, работать на всем континенте, потому что вызовы эти очень важны. У нас есть некоторые маленькие страны, эритреи или другие, которые иногда мешают нам работать. И поэтому нам надо продолжать работать. И мы должны работать над большими региональными проектами. В Африке необходимо много инфраструктурных проектов. Ей нужны железные дороги, электричество. дампы и так далее. И должны быть механизмы финансирования, региональные программы, чтобы развивать Африку. И я думаю, что с Россией мы сможем работать вместе. Мы сможем работать также и с БРИКС и с другими партнерами, которые смогут работать, соблюдая наши приоритеты. и что касается наших забот, проблем, основная наша забота это мир на континенте, безопасность на континенте и в мире. Мы хотим дезэскалации, чтобы помочь успокоить ситуацию и восстановить свободную торговлю зерном, удобрениями. Это то, о чем я говорю с самого начала конфликта российско-украинского. И мы производим кукурузу и многие другие культуры, но как мы будем работать без удобрений? И конечно мы должны снять все санкции против торговли удобрениями и зерном. Я думаю, что мы сможем продвинуться в этом направлении. И также в отношении других партнеров нам это позволит выступать за снятие всех санкций, чтобы страны смогли вернуться к нормальной свободной торговле на благо всего населения. Я на этом остановлюсь, потому что не хочу затягивать. И мы очень хотим, чтобы Россия работала на уровне Африканского Союза в области безопасности. У нас есть архитектура мира для Африканского Союза. И мы сейчас думаем, как Африка может работать дальше. Совет безопасности не смог выполнить свою миссию, которая состоит в восстановлении мира во всем мире. И терроризм, конечно, очень вредит нашему континенту. мы не видим солидарности в отношении Африки. Для нас это очень важная тема. Другая тема, о которой я также говорил, это программа инвестиций. Мы должны вместе осуществить инвестиции для общего блага и процветания. и спасибо вам еще раз за поддержку, которую вы вовремя оказали председатель за по поводу вступления Африки в G20. Это обязательно. Африка должна быть частью G20 для того, чтобы мир был более справедливым, более стабильным. и у Африки должно быть обязательно место, которое она должна занимать, достойное место. Спасибо вам. Успешной работы. Спасибо, уважаемый господин президент. Вы дали хорошую пищу для дискуссии. Я постараюсь сдержаться и не терять много времени. Но на что бы хотел сказать, на что хотел бы обратить внимание. Во-первых, действительно согласен, да и здесь все так считают, что за последние десятилетия, несмотря на то, что колониальное бытие ушло в прошлое, но система неоколониализма всё-таки существует, она создана, и мы видим эту гегемонию, как я уже говорил, в финансах, в технологиях, в продовольствии и, кстати говоря, в условиях безопасности. значит, но наша и вот когда нам говорят нужно жить по правилам, непонятно кем написано, то это есть попытка сохранить эту систему неоколониализма, потому что не хотят менять этих правил, а вы как раз призвали к изменению правил, которые сложились за последние десятилетия, я здесь с вами полностью согласен. Но вы также сказали, что не верю в помощь. Вы знаете, я верю, потому что если мы оказываем помощь нашим союзникам, нашим единомышленникам, то мы работаем и в своих интересах, и одно другому никак не противоречит. Но, конечно, вы правы в том, что нужно создавать инструменты сотрудничества, взаимовыгодные инструменты сотрудничества, собственно говоря, мы для этого здесь сегодня и собрались, чтобы об этом поговорить. Здесь я полностью с вами согласен. Я с удовольствием передаю слово президенту Южноафриканской республики господину Нормафузе. Ваше превосходительство, президент Владимир Путин, Ваше превосходительство, президент Азали Асумани, председатель Африканского Союза и президент Каморских островов. Ваше превосходительство, господин Мусафаки Мохаммед, председатель комиссии Афросоюза, Ваше превосходительство, главы государств и правительств, уважаемые представители различных стран, которые здесь представлены министры, гости, дамы и господа. Позвольте мне, президент Путин, вначале поблагодарить вас, а также поблагодарить правительство и народ Российской Федерации за то, что нас принимаете здесь, в Санкт-Петербурге, за ваш теплый прием, особенно вчера вечером. Спасибо вам за очень вкусный ужин, а также за отличный концерт, который показал культуру России, а также Санкт-Петербурга, который считается культурной столицей России. Мы также благодарим вас за то, что артисты включили в свое выступление африканские инструменты, барабаны. Мы почувствовали себя как дома. Большое спасибо вам за это. Это три года назад в городе Сочи мы пообещали, как африканские лидеры, и Российская Федерация сотрудничать таким образом, которое было взаимовыгодной в интересах наших народов. В последующие годы мы видели серьезные геополитические экономические перемены. Мы все еще переживаем плоды, пожинаем плоды пандемии коронавируса и видим последствия на нашей экономике. ЮАР и Африка очень воодушевлены приверженностью Российской Федерации укреплению нашего сотрудничества в практическом ключе. Это особенно важно, когда мы намечаем новый курс экономического развития, роста и процветания. И когда мы пытаемся достигнуть реализации цели устойчивого развития, мы в ЮАР с благодарностью помним поддержку народа и правительства Советского Союза, как вы поддерживали нашу борьбу за освобождение, а также поддерживали борьбу многих других государств и наций на Африканском континенте. Сегодня наши двусторонние отношения остаются сильными. Мы продолжаем сотрудничество в области политики, экономики, социальной оборонной сфере, в области безопасности. Мы тесно сотрудничаем в многосторонних форматах, например, в ООН, группе 20, а также в рамках БРИКС. наше участие в таких форумах, как саммит Россия Африка обусловлен стремлением достигнуть видения 2063. Это программа Африканского союза по интеграции, а также инклюзивного социального и экономического развития. Как вы знаете, вы являетесь частью БРИКС. ЮАР в скором времени проведет 15-й саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Мы считаем, что этот саммит предоставляет возможность расширить и укрепить глобальное сотрудничество, достигнуть общее процветание нациям в Африке. Партнеры по БРИКС участвуют в экономической жизни Африки. Таким образом, саммит в ЮАР особенно сконцентрируется на развитии инфраструктуры при поддержке нового банка развития БРИКС, а также при поддержке Африканской континентальной зоны свободной торговли с точки зрения торговли. Африканская зона свободной торговли, как только она будет полностью функциональна, откроет новые возможности, которые будут взаимовыгодны как для Африканского континента, так и для наших партнеров. Как уже было сказано предыдущими выступающими, но особенно как мудро заявил президент Мусевини, африканские страны сами куют свою судьбу как государство и как континент. У нас значимые ресурсы, которые можно и нужно использовать прежде всего для блага Африки, чтобы африканская экономика росла, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Как уже было сказано, мы больше не хотим экспортировать природные ресурсы, минеральные ресурсы нашего континента. мы хотим экспортировать законченную продукцию, у которой есть добавленная стоимость. Также должно быть уважение к тому, что мы делаем на национальном уровне. Мы должны остановить те страны, которые считают свое благосостояние только с точки зрения природных ресурсов, которые есть у Африки. Они это делали в прошлом. Они считали свое богатство количеством рабов, которые у них было, которые они забирали с африканского континента. Уважение, взаимовыгода – вот что должно быть в основе наших действий в Африке и в наших отношениях с остальным миром. Африканские страны, как суверенные государства, также должны иметь возможность проводить свою независимую внешнюю политику, которые не зависели бы от других глобальных сил или блоков. Второй саммит Россия-Африка представляет собой возможность укрепить, углубить международное сотрудничество, а также партнерство ради развития Африки. Мы приветствуем то, что он концентрируется на укреплении сотрудничества, инвестиций, способствовании развития наших потенциалов по производству законченных товаров. Предложенный план действий Россия-Африка на ближайшие годы должен быть в соответствии с повесткой Афросоюза до 2063 года. Таким образом, можно будет удостовериться, что этот план можно будет реализовать благодаря практическим действиям. Нам также нужно обеспечить мониторинг и оценку реализации плана действий, предоставить необходимое финансирование для выполнения и достижения конкретных результатов. Геополитические волнения сейчас прокатились по всей Африке. Последствия этих волнений введены по всей Африке. Мы должны подтвердить нашу приверженность международным механизмам. Они должны быть реформированы. Более широкое участие стран глобального юга предоставит возможность для большей инклюзивности и надежности. В этой связи реформирование международных финансовых институтов, а также реформирование Совета безопасности ООН остаются приоритетами для нас. Абсолютно несправедливо и недопустимо, что континент, который представляет 1,3 млрд человек, все еще не представлен в Совете безопасности ООН. В нашем взаимосвязанном мире мы все страдаем от последствий конфликтов и нестабильности в других частях мира. У нас есть ответственность работать на благо мира, поддерживать миростроительство и делать все возможное для того, чтобы покончить с конфликтами и войнами где бы то ни было. Мы в ЮАР твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Мы хотим поблагодарить вас, президент Путин, за то, что вы нас принимаете, за то, что вы слушали африканских лидеров. Они приехали в Санкт-Петербург 17 июня под председательством его превосходительства президента Азалии Осумани, председателя Афросоюза. Тогда мы обсудили ряд вопросов, которые, как нам кажется, могут привести к урегулированию конфликта. Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами, а именно сегодня вечером надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд из этих предложений. В заключении, надеемся, что саммит Россия-Африка будет играть ключевую роль в поддержке наших целей, а именно африканская интеграция, экономический рост, мир и процветание. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, уважаемый коллега, дорогой друг. Мы с вами солидарны в том, что касается перспектив развития отношений России-Африка. Мы с вами в постоянном контакте и будем продолжать это делать. Сегодня, как я уже говорил, уделим особое внимание на ситуации, связанные с Украиной. Что хотел бы сказать по поводу БРИКС. Хочу просто отметить, что эта международная организация зарождалась именно здесь, в городе Петербурге, где мы сейчас с вами находимся. Впервые здесь собрались лидеры трёх стран России, Индии и Китая. Договорились о том, что будем встречаться на регулярной основе. Так возник РИК Россия, Индия, Китай. После этого к сообществу присоединилась Бразилия, возник БРИК, а потом и наши друзья из Южной Африки, Сауф-Африки, возник БРИКС. Сейчас южноафриканские друзья проводят саммит в ЮАР. И я желаю вам успехов, уверен, что так оно и будет, встреча пройдёт на самом высоком уровне. Спасибо большое. И я предоставляю слово президенту Республики Зимбабве, господину Мангагве. Прошу вас. Благодарю вас, ваше превосходительство. Президент Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации и хозяин сегодняшнего саммита Россия-Африка, уважаемый председатель Африканского Союза, президента Союза Каморских островов, Азали Асумани, ваше превосходительство, уважаемые главы государств и правительств, главы исполнительных органов международных организаций, уважаемый председатель комиссии Африканского Союза Мусафаки, дамы и господа, для меня честь обратиться к сегодняшней пленарной сессии второго саммита Россия-Африка. Прежде всего, позвольте мне выразить признательность вам, президент Путин, а через вас и российскому народу за оказанный мне и моей делегации теплый прием, когда мы прибыли в этот прекрасный исторический город Санкт-Петербург. История развития Африки будет неточной и неполной, если мы не упомянем существенный вклад Российской Федерации, начиная с периода Советского Союза. Российский народ стоял плечом плечу с Африкой, оказывая моральную, техническую и материальную поддержку многим из наших стран, когда мы боролись за освобождение наших стран от колониального ига. Эта поддержка и солидарность сохранились и после обретения нами независимости, продвижения наших стран, развития, обеспечения мира и безопасности в наших странах. В случае с Зимбабве мы всегда будем помнить, как Российская Федерация вместе с Китаем в 2018 году решительно вмешалась и наложила вето, которое предотвратило наложение на нас санкций ООН по статье 7, предложение ввести против нас эти санкции поступило от западных стран. Уважаемые гости, дамы и господа, на протяжении десятилетий устойчивое экономическое развитие на региональном и глобальном уровне задерживались в связи с развивающимися тенденциями укрепления международной организованной преступности, усиления конфликтов и терроризма, которые мешают международному миру и безопасности. У нас в Зимбабве такая философия. Страна строится, развивается, управляется своим же собственным народом. Мы никого не оставляем позади в своем развитии. Многосторонний подход и укрепление существующих институтов, а также создание новых партнерских связей имеют ключевое значение для нового миропорядка, который будет справедливым и мирным. И этот миропорядок уже формируется. В этой связи Зимбабве высоко оценивает деятельность Российской Федерации, которая проявила солидарность и оказала поддержку, руководствуясь нашими общими чаяниями и целями в области развития. И мы благодарим вас за организацию настоящего саммита. Как это отмечено в нашей повестке, этот саммит символизирует начало новой главы прогресса, в которой мы будем определять сферы, представляющие взаимный интерес. Более того, эта платформа должна дать импульс для продвижения нашего многоуровневого, многокомпонентного сотрудничества в сельском хозяйстве, использовании природных ресурсов, промышленности, торговле, развитии инфраструктуры и энергетики, а также в сфере мира и безопасности, а также по технологическим и гуманитарным вопросам. Важность укрепления и интенсификации наших торговых связей путем создания связей между компаниями нельзя переоценить, настолько это важно. в этой связи Зимбабве выражает готовность приветствовать присутствие российских компаний на этом саммите для продвижения модернизации и индустриализации наших стран. Хотел бы выразить искреннюю признательность Российской Федерации за то, что она предоставила зимбабвийским компаниям пространства на выставке для того, чтобы мы могли продемонстрировать какой потенциал заложен в нашей экономике и в нашей окружающей среде. Зимбабве открыто для бизнеса. Зимбабве это земля обширных инвестиционных возможностей в сельское хозяйство, горное дело, энергетику, инфраструктуру, производство, науку, технологии, инновации, ИКТ, туризм. И это не полный список. Будущее за цифровыми технологиями. И нам, африканцам, нужен доступ к инновационным изобретениям в области науки и технологии. И мы рассчитываем на Российскую Федерацию в этой связи. Подчеркнем, что Зимбабве по-прежнему находятся под незаконными санкциями, которые ввели против нас некоторые западные страны свыше 20 лет назад. Просто потому, что мы решили воссоединить наш народ и нашу землю. Моя администрация руководствуется политикой взаимодействия приняла решение быть другом всем и врагом никому. Однако некоторые страны приняли решение действовать во вред нам, несмотря на эту нашу политику. В этом году, в августе, у нас состоятся всеобщие выборы. Международные наблюдатели из отдельных стран приглашены для того, чтобы наблюдать за этими выборами в Зимбабве. Пользуясь возможностью, хочу повторить, что мое правительство готово проводить мирные, справедливые, транспарентные, заслуживающие доверия выборы. В заключение, господин президент, давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы выразить восхищение стойкостью партнерства между Россией и Африкой. У нас есть общий путь. Давайте смотреть не в прошлое, а в будущее, в котором заложено столько возможностей, в котором есть столько надежды и процветания всех наших народов. я считаю, что саммиты Россия и Африка проводить нужно чаще. Благодарю вас, ваше превосходительство. Большое спасибо, уважаемый господин президент, дорогой друг. Я вот что хотел бы отметить с вашим выступлением. Во-первых, хочу вас поблагодарить за оценку вклада России в развитие отношений с друзьями на африканском континенте. Хочу также обратить внимание на то, что санкции вводятся против тех, кто не хочет жить как раз по тем правилам, которые кто-то нарисовал. В этой связи мы поддерживаем идею подавляющего большинства собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе организации объединённых наций с тем, чтобы мы все жили не по правилам, которые кто-то написал для себя, а навязывать нам, а жили бы по международному праву, по нормам международного права. Всё, что мы с вами вчера обсуждали на двухсторонней встрече, все направления нашего двухстороннего сотрудничества, конечно, будем поддерживать. Позвольте предоставить слово председателю комиссии Африканского союза Мусе Факи Махамаду. Ваше превосходительство, Владимир Путин, президент Российской Федерации, господин Азалия Сумани, президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза. Ваше превосходительство, дамы и господа, главы государства, правительств, главы делегаций, дамы и господа, уважаемые гости. Сперва я хотел бы обратиться к вам, господин Владимир Путин, президенту Российской Федерации и поблагодарить за организацию данного саммита и за то, что вы пригласили на него Африканский союз. В особенности я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием, который вы, ваше правительство и народ России оказали нам. В октябре 2019 года прошел первый саммит России и Африка, а сегодня в Санкт-Петербург многие прибыли на второй саммит. и этот второй саммит России и Африка проходит в поляризированном мировом контексте и более того, это все охарактеризовано войной между соседними странами. и я поднимаю этот деликатный вопрос, чтобы подчеркнуть ту важность, которую Африканский союз приписывает миру, уважению и соблюдению территориальной целостности и суверенитету государств, принципам соседских отношений и урегулированию кризисов путем переговоров, компромиссов, которые были бы взаимно выгодными. Таковы принципы, которые вдохновляют позицию Африканского союза в данном конфликте, братском конфликте, который негативно сказывается на обе страны и на всем мире. И именно на основе справедливости необходимо урегулировать все эти конфликты. Конечно же, мы обеспокоены и вопросом поставок зерновых. Зерновая инициатива должна работать на благо всех стран мира и в особенности стран Африки. Ваше превосходительство, дамы и господа, и в рамках данного саммита России-Африка Африканский Союз следует логике повестки до 2063 года, а именно в рамках взаимовыгнового сотрудничества. И наш выбор партнерства это двустороннее сотрудничество, чтобы достичь наши собственные цели развития и учитывать интересы других сторон. Именно в этом духе прошел первый саммит нашего партнерства совместно с Российской Федерацией, в ходе которой мы приняли декларацию, которые включали в себя рамки этого сотрудничества. И, конечно же, учитывая воздействие экономического контекста в связи с пандемией COVID-19 и, возможно, отсутствие активных действий и прогресса довольно-таки ограничены. Конечно же, нациализация партнерства характеризуется определенными условиями, а именно установлением совместной комиссии, которая должна действовать над реализацией плана действий в рамках принятой декларации. И в том, что касается конкретных действий и реализации данного плана, необходимо действовать быстро и четко, чтобы придать динамику и активизировать данное партнерство и наши отношения в интересах основополагающих интересах наших народов. Но давайте же не будем забывать помощь, которую оказывал Советский Союз в нашей борьбе против колониализма и апартеида. Африка это 30 миллионов квадратных метров. Это уже упоминалось в данном зале. Более одного миллиарда человека обитают на этом континенте. реки, леса. У нас огромный потенциал в том, что касается человеческих и природных ресурсов. И, конечно же, это огромнейший рынок. Ваше превосходительство, господин президент, глава государств, правительств, и триптих, мир, безопасность, развитие. Это слоган форума России, Африка и саммита Россия, Африка. И в рамках этого слогана мы должны обеспечить выполнение всех наших целей и среди прочего мы, конечно же, говорим об энергетике, об инфраструктуре транспортных цепочек, о цифровых технологиях, торговле, мире, безопасности, развитии. и все это будет изложено в совместной декларации. Конечно же, необходимо использовать все необходимые ресурсы в медицине, в образовании, в передаче технологий, чтобы придать динамику всем этим изменениям. Но наше партнерство должно улучшать благое управление способствовать многостороннему подходу к сотрудничеству, способствовать международным отношениям. И в этой связи вписывается и реформа Совета безопасности, чтобы сократить несправедливость в отношении всех африканцев, которые недопредставлены в этом органе. Ваше превосходительство, дамы и господа. Функциональность данного партнерства измеряется только лишь результатами. И в том, что касается действий в рамках данного саммита, этот саммит должен позволить нам измерить наше партнерство, достигнутые результаты, позволит нам преодолеть все трудности. Конечно же, четырьмя годами невозможно оценить прогрессы, достигнутые. И в этой сложной ситуации у нас всех есть свои обеспокоенности. Но, тем не менее, мы верим в данное партнерство. и все это обуславливается присутствием африканских стран сегодня на саммите. Мы стремимся к конкретным результатам, которые мы все будем учитывать. И чтобы преодолеть всевозможные трудности, все действия и выполнения повестки до 2063 года и сотрудничество между Российской Федерацией и Африканским Союзом довольно-таки важно. Торговый баланс между Россией и Африкой находится в состоянии равновесия. Но, тем не менее, есть много вещей, которые мы могли бы улучшить. И показатели инвестиций и торговли показывают, что обмены все еще не достигли лимита нашего потенциала. и, конечно же, энергетике необходимо тоже придать определенный импульс. В этой сфере необходимо выполнять все действия, чтобы выработать совместный подход и обеспечить нас энергетикой и обеспечить индустриализацию всех стран в безопасной сфере продовольствия. это оказывается на развитии нашего сельскохозяйственного сектора. И в данной сфере нам также необходимы конкретные действия. Укрепление сотрудничества в сфере безопасности и борьбы против терроризма призывают к тому, чтобы мы приняли декларацию совместно в этой связи. Ваше превосходительство, мой опыт в качестве главы комиссии Африканского союза позволяет мне выражать мнение Африканского союза, а также точки соприкосновения этих мнений, которые принимались всеми нами вместе. И необходимо использовать факты и влиять на нашу ежедневную жизнь, чтобы мы могли улучшить жизнь всех по всему миру в Африке. И я хотел бы благодарить вас за ваше внимание. Благодарю вас. Большое спасибо, уважаемый господин Махамад. Мы уже говорили об этом, еще сможем обсуждить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. суть конфликта в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры, поэтому нам нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме. Что касается сотрудничества между Россией и Африкой в целом, то, конечно, мы с вами вместе работали, наши коллеги работали, наши службы работали соответствующим образом для того, чтобы всё это заложить в декларацию. Мы очень благодарны и комиссии Африканского союза, потому что она принимала самое активное участие в этой работе. И надеюсь, что по результату мы эту декларацию как результат нашей совместной деятельности в ходе подготовки к саммиту примем. Уважаемые друзья, коллеги, я хочу объявить небольшой перерыв. У нас много ещё выступающих, он будет небольшим, и мы начнём второе пленарное заседание в формате рабочего завтрака. Большое спасибо вам за совместную работу.